Ну что ж, и всем привет, с вами Wage of Seen, и мы продолжаем проходить игру Minecraft Story Mode. Что-то я в предыдущей части в конце задумался, а Story Mode ли он называется или как, и оказалось, что действительно Story Mode. Так что все нормально, все отлично, и мы продолжаем. Пожалуй, также по полчаса постараюсь выкладывать, как и Walking Dead, и, наверное, за параллелью их вместе. Дай знать, если увидишь где-нибудь Рубина. Он должен быть где-то здесь. Надеюсь, ты права. Итак, во время проведения сделки разговаривать буду я, хорошо? Не хочу, чтобы что-то прошло не так. Или кто-то все испортил. Ладно, будь по-твоему. Если хочешь помочь, попытайся выглядеть пострашнее. Вот так? Сейчас я тебя не боюсь, а за тебя боюсь. Джесси. А, Петра? Ну, вы же все знаете Петру, мою новую закадычную подругу. Настя, теперь водой не разольешь. Мы столкнулись друг с дружкой, когда я искал Рубина. Не удалось его найти, рано или поздно он объявится, я это чувствую. Я видел его, однако не успел опомниться, как на нас напали зомби. Я велел ему носить ноги. Ради его же блага. А что ты делал в лесу, Петра? Ничего, меня просто привлекли пронзительные крики Джесси. Быть бы мне добычей для кого-то там. Прости, что мы пошли с тобой, Джесси, но постойте, мы же победили. Похоже, мы опять расплатились за то, что оставили друзей в критическую минуту. Вы, ребята, построили чертовски классного зомби. Здорово, у нас вышло, правда? Ммм... Пора устроить вечеринку в честь победы. Кто за? Мне по душе любые вечеринки, но особенно такие, на которых я праздную победу. Наконец-то и я буду своего рода победителем. Слушай, Джесси, пора пойти проверить этот объект. Ну да, объект. Тонк, как обухом по голове. Мы с Акселем все равно собрались отправиться в Крайкен, увидимся там. Я слышал, кто-то говорил, что возле стенда с картами бесплатно раздают еду. Быстрее, мы договорились о встрече вон там. Темно, темно, тут так темно. Странно, он говорил о темном, жутковатом переулке возле ворот, но тут его нет. Может, запаздывает? Может, он поздно? Ты уверена, что этот темный переулок жутковатый, тот, о котором он говорил? Хм, была уверена. Ладно, меняем план. Ты остаешься здесь на случай, если и впрямь это то место, о котором он говорил, а я пойду разведаю. Наверное, я его не расслышала. Ладно, я останусь охранять территорию. Спасибо, Джесси. Не успеете глазом моргнуть. Так, если он объявится без меня, то вы уж что-то там сделаете. Или позвать, или что-то типа того. Ну и кто ты такой? Имя Джесси. А тебе что за дело? Мне надо встретиться с Петро, а не с тобой, кем бы ты ни был. Не вижу ни малейшей причины оставаться здесь. Может, назовешь хоть одну? Ты тот парень, которому нужен череп-одсушитель, верно? Потише ты, дурачина. О моих делах не слишком многие знают. Череп у тебя? Ну, не стоит со мной играть. Он у Петра, она вернется с минуты на минуту. Что ж, раз она его принесет, думаю, пару минут я подождать могу. Не помру. Ну... Может, меня позвать, нет? Айвор! Ага, вот она. Извини, припозднилась, но приятного момента грех не подождать. У меня ты о чем-то просил, если, конечно, ты готов отдать нам обещанное. Нам? Про нам ты ничего не говорила, а я не люблю сюрпризов. Если ты вводишь компанию с подобными людьми, может быть, стоит отменить сделку? Да нормальные у меня друзья, правда, Джесси? Проблем не будет. Давайте не быть слишком хастливыми, хорошо? Это просто немного неизвестивание. Я промолчал. Похоже, мы готовы. Тогда продолжаем. Это, надеюсь, не последний череп и сушитель, чтобы он вызвал... Я заберу бриллиант. Да, ты его заслужила. Там бах. Но это не бриллиант. Нет, это лазурит. Какой грязный, жалкий трюк. Не могу поверить, что он обвел меня вокруг пальца. Давай, говорит, типа, за ним. Либо я получу свой бриллиант, либо верну череп. Либо заставишь его заплатить, верно? Ты его видишь? Нихтен. Нет, он скрылся. Значит, придется его разыскать. Пошел. Надеюсь, что у нас эпизод будет довольно длинный. Что я хотел сказать на самом деле? Я хотел сказать, что, возможно, хромает сам перевод, но обращения-то к нам идут как к мужику. А вот перевод, видимо, что-то там глючит и идет как от женщины. Да и сам перевод, честно говоря, не самый лучший, что я видел. Это явно не... Ой, я забыл, как эта команда называется, которая переводила в основном все это ритейлы. Ну, в общем, не помню. Ладно, давайте смотреть. Мы не найдем его, если будем. Че-че-че-че-че, если будем. И только один раз, главное, можно взаимодействовать. Странно. У этого стенда всегда безумная очередь. Куча классных масок. Хотя, вообще-то, мне некогда наряжаться. Блин, забыл, как команду называют переводчиков. Ну, короче. Неважно. Да, ребят. Это он, Габриэль! Габриэль! Отойдите, у меня один вопрос. Отложите все вопросы до конца выступления. Но на него нет совсем билетов. Все равно отложите свои вопросы. Что я хотел сказать-то, забыл. Неважно. Вы что, фанаты Габриэля или типа того? Жаль, что билеты уже все распроданы. Но я вообще-то не фанат, я вообще-то заслужил. Вроде как. Встречу с ним. Давайте поговорим с Лукасом. Ты чего? Ничего, а ты? Ничего. А ты чего? Говорю же, ничего. Эй, поздравляю с победой. Я, конечно, все равно считаю, что наш маяк потрясающий, но вы, ребята, тоже не ударили в грязь лицом. Ну, то есть, сама идея с монстром не понравилась, только фейерверк тут причем. Ну да, моя команда это заслужила. Ага. Я даже начинаю подумывать, не поменять ли мне состав команды. Слушай, ты случайно не видел тут такого жутковатого типа с длинными волосами и бородой? Кажется, нет. А что? Он Петру облапошил, не отдал ей бриллиант, который обещал. Ого, всем известно, что с Петрой лучше не связываться, если, конечно, не хочешь неприятностей. Буду посмотреть, если что. Вот, спасибо, я запомню это. Значит, все нормально? Да, все нормально. Все в норме. Нормуль. Нормалек. А, ладно, Лукас, пока. Да, пока. Я вспомнил, что хотел сказать, пардон. Я просто болею сейчас периодически, поэтому голос будет совершенно другой, я думаю, на записи. Просто я хрип и еще не особо от этого отошел. В смысле использовать. Никто не начнет вечеринку так круто, как отличный диджей. Эй, ты принимаешь заявки? Я не пытаюсь разузнать твой плейлист, просто... Все хорошо, просто дело, свое дело. Вот как оно, оказывается, можно поговорить и использовать, то есть вот я просто поначалу не понял. Куриные бои, что ли? Думал, думал, тебе удастся ускользнуть из этой ловушки, да? Что ж, ничего у тебя не получится, тебе не избежать. Слушай, Аксель, ты случайно нигде не видел такого жутковатого бородача? Нет, но Петра мне уже обо всем рассказала, я ищу его. Угу, заметно. Прости, чуть отвлекся. Это устройство прямо моя мечта, чрезвычайно сложное и почему-то не переваривает птиц. Просто когда сталкиваешься с чем-то интересным, не следует это игнорировать. Нам очень нужна твоя помощь, Аксель. Не исключено, что другой возможности найти его у нас не будет, я искал, просто отвлекся. Он как Патрик из Спанчбоба. Видел Рубена? Надеюсь, что он добрался до города, пока я был занят. Не видел ни крыльца его, ни копыт, но уверен, с ним все в порядке, он свинь живучий. Аксель? Ладно, ладно, буду искать. Вот только посмотрю, как еще одну курицу разделают. Вот чудо в перьях, с тобой все ясно. Так, ребят, на паузу, я сейчас вернусь. Так, ну что ж, мы продолжаем. Никак, опять команда раздолбаев. Как пожелает ваша дурацкая свинья? Я слышал, сильная жара вызывает нарушение в работе мозга. Айден, болван. Эй, кого ты болваном назвал? Тебя, с дороги. Эй. Ну а что мне с ним? Сюсюкаться, что ли, я не знаю. Нахрен он мне нужен. Айвора схватить. Ну это не Айвор, скорее всего. Эй, ты что делаешь? О, прошу прощения, отстань от меня. Я же извинился. Рубен, это ты? Свинья, свинья, свежая отбивная, подходи, налетай. Свежая свинная отбивная. Вот как оно взаимодействие делается, я не понял. Ничто так не радует желудок, как сочная свинная отбивная. Рубен! Ты чего кричишь? У меня тут, между прочим, бизнес. Но это моя свинья. Да ну? Вообще-то я нашел его в лесу, так что похоже, теперь это мой свинь. На вкус что надо, да. Отдай его мне сейчас же. Ты что, вздумал мне угрожать? А если так, то что? Я не хочу спорить с тобой. Возможно, ты мог бы его выкупить. Хотя, мне кажется, у тебя нет ничего ценного. Приложить меч. Могу дать взамен только меч. Очень мило с ним. Я буду забивать свиней в два раза быстрее. Приятно иметь с тобой дело. Пошли, Рубен. Прости, Рубен. Не стоило мне тебя отпускать в лес. Не, ну главное, что не стоило отпускать. А что? Зато он живой остался. Как и я. Да, Сант? Что тут вообще происходит, я не понимаю. Одесса какой-то. Помнишь, что мне нужно было провернуть вместе с Петрой? Короче говоря, мы встретились с этим типом, и он на нас с Петро и облапошил. Вот мы его и ищем. Поможешь? О, конечно, я с вами. Кто-нибудь его видел? Я думал, что заметил его, но обознался. Погодите, вон он. Похоже, он идет в зал. Нам нужно как-то обойти этого привратника. Вперед! В смысле, как-то обойти? Мы победители. А, привет! Мы можем попасть внутрь? Ээээ, билеты. Понимаю, это звучит безумно, но у нас важное задание. Надеюсь, ваше задание не помешало вам приобрести билеты, иначе... Курица! Курица, курица, курица! Пронесло, я так тебе признателен, ты просто не представляешь. Надо что-то сделать. Например, билеты на это шоу давным-давно распроданы. Так, нам нужно его отвлечь. Если тут будет бегать множество кур, чем не отвлекающий маневр? Кыш, кыш! Вот отсюда. Этот привратник боится кур. Может, у нас получится сломать куроразделочную машину этого парня? Тогда мы ненадолго его отвлечем. Ну, или надолго. Но придется сломать окно. Как ты до него доберешься? Давайте поищем. Должно уже подвернуться что-нибудь интересное. Что-нибудь нужное, я не знаю. Мне надо добраться вон до того окна, но ограда мешает. И вряд ли мне удастся совладать с оградой, пока он рядом. Эй, что ты делаешь? Прошу прощения, мне просто очень нравится вся эта ваша затея с курами. Не заставляй меня звать охрану. Ладно. Внезапно, да? Слизь для прыгучести. Знаете, ашот. Ашот воншот прыгает. Могу поспорить, при помощи блока слизи я мог бы допрыгнуть, короче. О, привет, снова встретились. Один блок слизи, пожалуйста. Мы здесь не предлагаем слизь в блоках, только в ядрах. Но сегодня у нас их мало, так что отпускаем только по две штуки в одни руки. Ты мог бы сам изготовить блока, если у тебя будет девять ядер. Прости, пожалуйста, за прошлый раз я просто обознался, правда. Извинение принято. Кому по комплекту ядер слизи, пожалуйста. Стоп, тут только восемь ядер, нам нужно еще одну, чтобы сделать блок. Ладно, надо найти способ добыть еще слизи, да побыстрее. Ясно. А че, все убежали? Ну ладно. Что мне делать, я не знаю. Может, моя обаятельность сыграет? Привет, это снова я. Еще одно ядро слизи, пожалуйста. Боюсь, не выйдет. Если я нарушу правила, для тебя придется нарушать их для остальных, а тогда у меня вообще слизи не останется. Извини. Ну, пожалуйста. Ну, я же извинился. Ну, что ты. Мне надо найти еще одно ядро слизи. Так, туда это, как я понимаю, мне не пройти. Хорошо. Туда тоже не пройти. Видать, что идем назад. А нафига он мне ядро слизи? Что мы с ним делать-то будем с одним? Рубен. Рубен, мне нужна твоя помощь. Что бы ты сделал в такой ситуации? Хрю. Слышу, братишка. Братишка, я тебя покушать принес. Слушай, Лукас, можешь отдать мне одну услугу, сделать одну услугу? Все возможно. Мне нужны ядра слизи. Поверь, это не так, это не просто прихоть. Народ, что бы вы не затевали, я с вами. Спасибо, Лукас. Я же говорил, что он может быть полезен. Да ладно, не так уж этот парень крут, правда? Там будет видно. Пора кое-что изготовить. Так, а вы, ребята, давно строите вместе? У вас хорошая компания, завидуешь? Просто хочу сказать, по-твоему, это здорово? Да нельзя. Как успехи, Джесси? Ты знаешь, что нужно делать. Слизь в каждую ячейку, в каждую ячейку. Да я знаю, блин, не надо мне подсказывать. Я даже рецепт... Ну-ка, давайте посмотрим ради интереса. А, то есть вот так вот, он показывает просто рецепт, понятно. Собственно... Топ-ля, один блок слизи. Гадость. Я учту. Вот так. Теперь надо, чтобы кто-то мне кинул. Подтолкни меня. Да уж. Вот идиотская такая идея, так идиотская, блин. Ой-ой-ой. Мои птицы, мои любимые птицы. Башку разбил. Не открывайте глаза, иначе они их вам выклюют. Это наш шанс. Эй! Забавненько. Интересно. Куда он делся? Сюда. Ну, я думаю, эпизод 1 будет так же, 3 часа, через эту дверь. Примерно так. Ну, будет видно. Что мы будем делать, когда его поймаем? Есть миллион способов сыграть партию. Представляю право вам решать, что положено. Ты куда напористей, чем я думал, Джесси. Готовы? Готовы. А свинья? Да. Что-нибудь видно? Должно быть, он пошел другим путем. Это склад, я так понимаю. Что это? Похоже, здесь был подвал. Странное место для укрытия. Бьюсь об заклад, я найду здесь свой череп и сушители. А если мы найдем что-то классное, мы ведь сможем его-то прихватить, так? Аксель? Здесь нет ничего. Я же говорил, следует... Если у этого парня тут нет, значит, положено его обокрасть. Не хочу опускаться до его уровня. Ну, разве... Говорю, берем все, что нам нужно. Джесси, перестань. А что? Он нас ограбил. Мы можем обокрасть его и не чувствовать себя виноватыми. Чем быстрее мы найдем, то, что ищем, тем быстрее сможем убираться отсюда. Вот я и говорю, как бы этот череп у него не был третьим. В основном все для варки пива. В смысле? Ты это не берешь? Ой, дурак. Ой, дурак. Все для варки пива. Это brewing stand, по-моему, если я не ошибаюсь. Это типа алхимический. О, привет. Ни хрена себе. Слишком тяжелый. И мягкий, золотой. Но очень эффективный. Да уж, вряд ли этот парень много сражается. Слушай, каменный меч все еще при тебе? Нет, пришлось отдать его какому-то болвану-мяснику, чтобы спасти Рубана. Ого, что ж, пожалуй, это веская причина. Вот. Спасибо за золотой меч. Теперь ты дважды у меня в долгу. Спасибо. Еще раз. Не за что, но постарайся не терять. Да, это именно золотой меч. Отлично. Прекрасно. Аксель, что там с пиловой... Ой. С книжной полкой. Нашел что-нибудь? Хочется украсть это и вон то. Руки само собой тянутся. Что за зелье? О, посмотрите-ка на это. Вы мне не поверите, но клянусь, я видел это во сне. Ага, зелье. Нашел что-нибудь? Тебе нужна инструкция, как построить логово для жуткого злотея при помощи подручных средств? Продолжай искать. Мы скоро выберемся отсюда. Надеюсь. Рубен? Ну что, дергаем? Вай-вай-вай-вай-вай-вай. Командный блок. Да ладно. Черт возьми, что это? Песок души? Он повсюду, в нижней мере. Что насчет блока посередине? Никогда не видела ничего подобного. Хм, попробую посмотреть поближе. Чувствуете? Откуда такой блеск? Не нравится мне это. Мне кажется, тут что-то не так. Не забывайте, зачем мы здесь. Мы ищем череп. А там небось их три, да? Итак, хорошие новости и жутковатые новости. Я нашел череп, но... Что за черт? Зачем я рискую головой ради этого черепа, если у него уже их два? Нужно выбираться отсюда. Чтобы этот парень не занимался, я не хочу быть здесь, когда он вернется. Он занимается чем-то сомнительным, надо выяснить, чем и почему. Песок душ плюс три черепа Иссушителя, это же рецепт создания Иссушителя. Но Иссушитель это... Один из самых ужасных монстров. Мы спустились сюда, чтобы найти череп, мы его нашли. Может, просто взять его и свалить отсюда, пока есть возможность? Я думаю, именно так и надо сделать. Эээ, народ, бежим! А вот и Айвор. Ты меня не узнаешь? Или, пожалуй, удивлен нашей встрече? Нет, не годится. Думал, чтобы избавиться от меня? Да? Вот это лучше. Думал, что избавился от меня, наверное, вот так вот. Типа старый знакомый, все дела. Незаметный Рубен. Хе-хе-хе-хе. Ну кто? Фу, господи. А, Рубен, молодец. Ну что ж ты делаешь-то? Что это было? Кто здесь? Я здесь. Что вы тут делаете? Что вы видели? Оставь его. Ага, прочь, приятель. Вы? Вы что, следили за мной? Ты думал, надул нас и концы в воду, да? Мы пришли объяснить тебе, что ты ошибаешься. Что вы собираетесь делать? Мы знаем, чем тут занимаешься. Песок, душ, три черепа и сушителя. Ты хочешь построить и сушителя? Вы умнее, чем кажетесь. Эй, не позволю разговаривать с моими друзьями в таком тоне. Не придержи язык, а не то. Довольно. Вы и так уже потратили кучу моего времени. Мне этот друг такой нравится. Большой и туповатый немного. Куда он делся? Раз вы не хотите по-хорошему, буду рад вас вышвырнуть по-блохому, короче. Покажи нашим друзьям дверь. Так, я думаю, сейчас будет опять КВЕ там и так далее. А я постоянно промазываю. Отлично. Чё-то как-то слишком просто. Убежали. Я ожидал побои ещё более серьёзно. Ух ты, это так здорово! Не так ли? А сейчас, впервые за всю историю Крайкона, мы с гордостью объявляем Единственный неповторимый Гэбриэль! Гэбриэль, мы любим тебя! Спасибо. Вы со мной? Не помню, где-то это было. В каком-то фильме. Всё в порядке? По-моему, нет. Народ? Где Лукас? Мне казалось, он был прямо за мной. Что ж, если его здесь нет, он может быть только... Он всё ещё внизу. У Айвара есть железный голем, и все составляющие, чтобы построить внизу иссушителя. Если он это сделает, выпустите его в такой толпе. По счастью, здесь находится величайший воин. Должен признаться, меня буквально заставили прийти сегодня сюда. Это самый умный способ помочь Лукасу. Нам нужно, чтобы Гэбриэль вытащил Лукаса. И заработал... Так, ладно, мы всё правильно делаем. Джесси, надеюсь, Лукас сумеет продержаться против кого-то там. Всё ж, явимся без приглашения. При правильной подготовке и верном руководстве, любой, говорю вам, любой может стать героем. Надо просто верить. Посмотрите мне в глаза. Хочу, чтобы вы знали, я тоже смотрю вам в глаза. Надо пробраться сквозь толпу к Гэбриэлю. Начните верить сегодня. У меня есть несколько вопросов. Так, ну что ж. Собственно, давайте на этом мы будем серию ещё одну завершать. С вами был Wage of Sin. Это была игра Minecraft Story Mode. Пока, я бы сказал, игра довольно-таки неплохая. История интересная. И всё нравится. А на этом всё. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok